Почет и дань уважения к учителям и наставникам. Это чувствуется в каждой встрече главы государства с работниками сферы. Беседа по душам о планах на перспективу и дальнейших приоритетных задачах в системе образования всегда заряжает новым импульсом, а награждения высокими государственными наградами вдохновляют учителей на новые стремления. Ознакомление руководителя страны созданными условиями Национального института педагогического мастерства имени Абдулы Авлони вновь говорит о том, что предоставлено внимание, стремление повысить качество образования на качественно высокий уровень. В сердце современного Узбекистана, где стремительное развитие образовательной системы и реформы в сфере науки становятся приоритетами государственной политики, роль учителей приобретает особое значение. Это не просто дань уважения педагогам, а отражение новых реалий, заложенных в стратегии устойчивого прогресса страны. В эпоху, когда знания и навыки становятся ключевыми ресурсами, внимание к учителям и их роли в формировании будущего подрастающего поколения осознается как никогда остро. Благодаря вниманию главы государства за последние годы Узбекистан активно внедряет инновационные подходы в образовании, опираясь на международный опыт и лучшие практики. Новый взгляд на систему образования, основанный на принципах инклюзивности, поддерживает идеи непрерывного профессионального развития учителей, что становится основой для создания конкурентоспособного и, главное, образованного общества. Цифры отражают реальность. С начала года свыше 300 тысяч педагогов повысили квалификацию, включая более 193 тысяч в центрах мастерства и 113 тысяч в платформе «Непрерывное профессиональное обучение». Улучшена система присвоения квалификационных категорий. Более 194 тысяч учителей прошли тестирование. На базе Национального института педагогического мастерства повысили квалификацию 4270 директоров. В этом контексте важность педагогического мастерства и усовершенствование образовательных методик выходят на первые позиции, необходимые для воспитания подрастающего поколения, способных успешно адаптироваться в эпоху глобализации. Отрадно, что работа в этом направлении не останавливается ни на минуту. Глава государства в преддверии Дня учителей и наставников посетил новое здание Национального института педагогического мастерства имени Абдуллы Авлони. Постановление президента Республики Узбекистан от 21 июня текущего года о непрерывном профессиональном развитии работников учреждений дошкольного и школьного образования вывело эту систему на новый уровень. В частности, институт был преобразован в Национальный институт педагогического мастерства имени Абдуллы Авлони. Существующий комплекс был капитально отремонтирован. Построены два дополнительных здания, и все они оборудованы современными технологиями. И все познается в сравнении. Субтитры создавал DimaTorzok Институт был открыт 90 лет назад, в 1934 году. В честь этого здесь был организован музей, где отражены внимание наших предков к знаниям. Образовательная система, основанная нашим предком Абдуллой Авлони. Учебники той эпохи и этапы развития общего образования. И для того, чтобы вовлечь все больше молодежи, в том числе, здесь были применены и последние технологии. Это касается и искусственного интеллекта. Также здесь находится библиотека с фондом почти 88 тысяч книг. Президент страны осмотрел этот музей и библиотеку. В преддверии Дня учителя, уважаемый президент, посетил наш музей именно Абдулла Авлони. Мы здесь хотели показать деятельность творчества, джадидам, в том числе Абдулла Авлони, с помощью наших экспонатов. Здесь мы можем посмотреть подлинные документы, которые здесь, например, дано Абдулла Авлони. Он был ведущим педагогом, он был государственным деятельом, а также он был ведущим публицистным издателем, автором учебных пособий того времени. И каждый желающий можно посетить наш музей. Идеи джадидизма, основоположником которого был Абдулла Авлони, акцентируют внимание на необходимости реформ в образовании, сочетании традиционных и современных подходов, а также на важности просвещения для прогресса общества. И в контексте Нового Узбекистана эти идеи находят отражение в инициативах по модернизации образовательной системы, улучшению качества педагогического процесса и повышению квалификации учителей. В преддверии праздника Дней Учителей и Наставников открывается новый кампус Национального исследовательного института именно Абдулла Авлони по инициативе нашего уважаемого президента. С новым кампусом не только новые здания преобразованы, еще преобразована весь смысл, вся политика обучения, повышения квалификации учителей, директоров, менеджеров наших общеобразовательных и специализированных школ. Здесь будут приняты во внимание наши практики по обучению президентских и специализированных школ. Повышается не только квалификация наших местных учителей, еще повышается квалификация иностранных учителей по методике Кембриджа. Таким образом, джайдидизм и идеи Авлони служат основой для формирования новой образовательной философии в Новом Узбекистане, ориентированной на модернизацию, доступность и качество образования в условиях глобализации и интеграции в мировое образовательное пространство. Если сравнить Новый Узбекистан с нашими былыми временами, времена Абдула Авлони, можно сказать, воплощаются все его идеи. Между джайдидами открывали новые школы, а в Новом Узбекистане открываются новые виды школы, президентские, творческие и специализированные школы джайдиды. Уезжали, обучались за границей и возвращались на родину. В Новом Узбекистане тоже наши выпускники поступают в престижные иностранные вузы, возвращаются и помогают строить наш Новый Узбекистан. А теперь о основных преобразованиях и условиях. По инициативе президента институт был реорганизован и теперь включает Международный центр исследований. Новое здание рассчитано на 850 мест. Здесь современные аудитории, ресурсный центр, общежитие на 560 мест для педагогов. Создана также стим-лаборатория для внедрения современного образовательного процесса, основанного на междисциплинарных научно-исследовательских и проектных занятиях. Мы сегодня презентовали главы государства симуляции для учителей и педагогов. Например, педагоги как себя должны вести для экстренных случаев, да? Например, пожарная безопасность, например, стихийные бедствия и стрессовые ситуации. Ну, я считаю необходимым для учителей учиться на таких симуляциях, потому что сейчас уже мы видим там разные ситуации получаются, и в школе имеют в виду стрессовые случаи. Поэтому я полагаю, что для учителей очень будет полезно. Для того, чтобы учитель полностью вник в процесс, здесь есть и VR-очки. Я вам могу показать. Вот эти VR-очки, они показывают 360 градусов. Будет у каждого педагога визуализация ситуации. Как я ранее сказал, пожарная безопасность, например, стихийные бедствия. Учитель полностью может погрузиться на ситуацию и правильно оценить ситуацию, и правильно себя вести. Например, сейчас какая ситуация происходит здесь на экране? Сейчас вы на экране можете увидеть диалог педагога с недовольным родителем. Здесь предлагается решение конфликта самым правильным путем. Президент посетил эти помещения, ознакомился с новыми удобствами и возможностями. Институт должен не ждать, а брать инициативу на себя, вести за собой. Необходимо больше работать с учителями и директорами из регионов, повысить качество во всех школах. В школе воспитываются люди нового времени, создатели нашего будущего. Без образования нет будущего, сказал Шавкят Мерзиоев. Здесь же были даны рекомендации по обучению учителей и наставников за границей, а также по интеграции передового опыта со всего мира. Как отмечал президент Шавкят Мерзиоев, наука, образование, воспитание, краеугольный камень, развитие, сила, приумножающая мощь страны и народа. Это жизненно важные направления, которые лежат в основе всех созидательных реформ и комплексных преобразований. Вот почему образованию в наши дни пристальнейшее внимание. Развитию человеческого капитала. Инвестиции в знания подрастающего поколения признаны лучшим вложением в стабильность и процветание. И в стратегии «Узбекистан-2030» развитие данного направления включено в разряд приоритетов. Знаковым стало объявление 2023 годом заботы о человеке и качественного образования. Проделан огромный масштаб работы, но еще больше предстоит. Ведь, уверен президент, повышение качества образования – единственно правильный путь развития нового Узбекистана. Да, мы последовательно идем сегодня к формированию социального государства. То есть к созданию людям равных возможностей для реализации их потенциала и необходимых условий для их достойной жизни и сокращения бедности. И образование в этом плане, еще одна цитата, имеет определяющее значение. А реализация масштабных планов и ответственных задач в руках наставников, учителей. Это от их знаний, профессионализма, самоотдачи зависит, каким вырастет, каких высот добьется молодое поколение, каким сформируется спустя годы наше общество. Их сложный ответственный труд всегда по-особенному ценит лидер страны. И глубоко символично, что сегодня, в канун знаковой даты, он встретился с лучшими из лучших. Глава государства от всего сердца поздравил присутствующих на этой встрече и всех работников системы образования и воспитания нашей страны с всенародным праздником. Днем учителя и наставника. От имени всех учеников и нашего многонационального народа выразил глубокое уважение, искренние пожелания и признательность. Мы, сказал президент, являемся представителями великого просвещенного народа, который почитает учителя как отца и всегда воздает ему должное. Какими бы знаменитыми ни были наши предки, все они относились к своим учителям с глубоким уважением. Общество, которое ценит учителя, прозвучало, неизменно развивается и процветает. Народ, который уважает своих учителей, пользуется большим авторитетом. В основе каждой добродетели, каждого открытия и достижения лежит труд, терпение и любовь учителя. Поэтому, каких бы успехов и результатов мы не добились жизни, мы всегда признаем бесценный вклад наших дорогих учителей с глубокой благодарностью, отметил Шавкят Мерзиёев. Прозвучало в эти минуты. Образование – это самая важная отрасль. Школа – это главная профессия учителя, самая великая. Самые преданные, патриотичные и гуманные люди нашего общества – это прежде всего учителя и наставники. Именно поэтому наш народ доверяет вам, подчеркнул лидер страны, самое большое сокровище – воспитание детей. Только учителя, прозвучало, способны глубоко понять смысл жизни и перемен, объяснить их другим, вдохновить людей на добрые дела и новые достижения. «Все мы хорошо знаем», – сказал глава государства, что если не изменится сознание и мировоззрение человека, то и общество не изменится. А без изменения общества нет прогресса. Но кто может изменить мышление людей и все общество в целом? Кто вырастет новых Беруни, Хоразми, Авицен и Фергани Нового Узбекистана? Конечно же, это вы, учителя и наставники, способны выполнить эту благородную и важную задачу, эту подлинную историческую миссию, подчеркнул президент. «Мы радуемся, видя, как наши молодые таланты завоевывают высокие позиции на мировой арене, благодаря своим знаниям и способностям. Эти победы – результат самоотверженного труда учителей и наставников. Поэтому сколько бы прекрасных слов, мы не сказали ваш адрес, дорогие учителя, сколько бы благих пожеланий вам не выразили, все это будет справедливой правдой», – сказал руководитель страны. Как известно, в канун Дня учителей и наставников президент Шавкат Мерзиёев подписал указ о награждении группы особо отличившихся работников сферы образования и воспитания. И сегодня, в по-особенному торжественной обстановке, вручал эти высокие государственные награды, почетные звания, ордена и медали лично. За достойный вклад в развитие системы образования и воспитания в нашей стране. Эффективную реализацию реформ в сфере, широкое внедрение в учебный процесс национального и передового зарубежного опыта, инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий. Большие заслуги в обучении учащихся основам наук и современным профессиям, повышении их интеллектуального и духовного потенциала, создании фундамента Третьего Ренессанса. Образцовую деятельность по подготовке высоко квалифицированных кадров, формированию здорового и гармонично развитого поколения, воспитанию детей в духе любви и преданности Родине, уважение общечеловеческих ценностей, а также за активное участие в общественной жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И прозвучали слова благодарности, идущие от сердца за высокую оценку скромного труда и заверения в том, что и дальше учителя приложат максимум усилий для повышения интеллектуального потенциала подрастающего поколения, что все свои знания и силы посвятят педагоги формированию фундамента Третьего Ренессанса. Прозвучало в эти минуты и то, что слова президента о том, что важно изучать и доносить до молодого поколения наследие брата Джадидов, придало мотивации в деятельности. С гордостью делились награжденные успехами в рамках проекта «И брат Форзантлары», о значимости для страны инициатив по изучению родного языка иностранных, по реализации проекта «Один миллион программистов», делились амбициозными планами на будущее. О масштабных реформах в сфере говорили и зарубежные специалисты, которые за эти годы стали не только свидетелями, но и участниками реформ. Что сфера в последние годы вышла на новый этап развития? Всем известна цитата, что «Ваша земля издавна была родиной богатой истории, высокой духовности и инновацией, и сегодня она получила новое пробуждение. А наставники все как один станут опорой в благородной работе по развитию сферы». Получить признание через свой труд и быть в почете у народа – это истинное человеческое счастье, подчеркнул президент, обращаясь к награжденным. «Пусть это великое счастье и высокие награды Родины будут благословенны для всех вас». От всего сердца поздравил президент уважаемых учителей и наставников, которые принимают государственные награды по всей стране. «Пусть ваши достоинства и авторитет всегда остаются на самом высоком уровне», – сказал Шавкет Мерзиёев. А затем состоялось еще одно глубоко символичное событие. Президент Шавкет Мерзиёев провел диалог с преподавателями и наставниками в Национальном институте педагогического мастерства. «В нашей стране во всех сферах и отраслях поставлены грандиозные цели. Их реализация зависит от знаний, мышления, воспитания и патриотизма молодого поколения. Чтобы эти задачи были успешно выполнены, учителя должны быть юридически, социально и финансово защищены и достаточно обеспечены. В связи с этим в обновленной конституции Узбекистана был закреплен особый статус учителя. Также в этом году был принят закон о статусе педагога. Богатство нашего государства в первую очередь инвестируется в воспитание подрастающего поколения. За последние семь лет на развитие системы образования было выделено в общей сложности 216 триллионов сумм. На укрепление материально-технической базы из бюджета было направлено 19,5 триллионов сумм, что позволило реконструировать и построить 6 тысяч государственных школ и 3,5 тысячи детских садов. В школах создано 800 тысяч дополнительных мест, в детских садах 535 тысяч. Благодаря созданию широких возможностей для частного сектора образования, количество частных школ увеличилось с 27 до 500, количество негосударственных детских садов с 250 до 30 тысяч. Количество надбавок выплачиваемых учителям в зависимости от их профессионального мастерства и достижений увеличилось с 3 до 17. 6 тысяч учителей, которые активно работали на собой, получили международные сертификаты, теперь получают зарплату более 10 миллионов суммов. Налажена деятельность 14 президентских школ и 9 школ творчества. На основе их учебных программ создаются современные учебники по естественным и точным наукам, Система оценивания, внедрённая в президентских школах, сейчас применяется в 500 общеобразовательных школах. Коллективы 66 школ, которые успешно организовали процесс оценивания, получают надбавку до 40%. В нашей стране наложена новая, ранее не существовавшая система отбора талантливой молодёжи. В результате этой системы только в этом году на международных предметных олимпиадах наши учащиеся завоевали 122 медали. За последние 7 лет охват выпускников школ высшим образованием увеличился в 4 раза. В этом году студентами стали 310 тысяч молодых людей, причём почти половина из них – девушки. В ходе беседы глава нашего государства отдельно остановился на вопросе качества образования. Было отмечено, что в государственных образовательных учреждениях 46 тысяч, а в частных организациях 38 тысяч педагогов не повышали квалификацию в течение последних 5 лет. В результате аттестации, проведённой с помощью искусственного интеллекта и цифровых технологий, 21 тысяча педагогов не смогла набрать достаточное количество баллов для подтверждения квалификации. К сожалению, такие ситуации негативно сказываются на уровне знаний учащихся. В связи с этим были определены задачи по повышению качества образования на новый уровень, которые включают 7 ключевых направлений. Первое направление. Институт имени Абдуллы Авлани будет отвечать за повышение профессионального мастерства педагогов. На модернизацию оснащения 12 региональных центров института в ближайшие 3 года из бюджета ежегодно будет выделяться 50 миллиардов сумм. Будет внедрена вертикальная система повышения квалификации, которая объединит профильное министерство, центр повышения квалификации, школу и детский сад. Кроме того, будут отобраны 1300 опорных школ и 200 детских садов. Для молодых педагогов будут организованы День профессионального развития и Час профессионального развития. Ведущим учителям, участвующим в этих программах, будет выплачиваться надбавка в размере 20% к их заработной плате. Второе направление. Будет продолжена поддержка учителей и стимулирование их профессиональной деятельности. Со следующего учебного года будет внедрена выдача квалификационного сертификата на основе международных стандартов. Педагоги, набравшие на экзаменах 86 и более баллов, получат дополнительную надбавку в размере 70%. Глава государства также объявила о проведении конкурса «Учитель года», победителем которого будет предоставлено жилье. Ежегодное количество учителей, направляемых в санатории и зону отдыха, будет увеличено в два раза. Год назад была введена система обучения директоров школ. На сегодняшний день 1206 директоров прошли курсы и получили сертификат менеджера. Сейчас этим директорам выплачивается надбавка в размере 3 миллионов сумм. С 1 сентября 2025 года эта практика будет распространена и на заведующих детскими садами, которым будет выплачиваться ежемесячная надбавка в размере до 30%. Было подчеркнуто, что грамотные и самоотверженные учителя – это уникальное богатство народа. В связи с этим была указана необходимость создания книг и фильмов о них под названием «Почтение учителю». Третье направление. В связи с ростом населения в школах ежегодно возникает потребность в 120 тысячах дополнительных мест. В детских садах – в 30 тысячах. В следующем году за счет выделяемых из бюджета 3 триллионов 200 миллиардов суммах будут реконструированы и построены 375 школ и 97 детских садов. Кроме того, в ближайшие 4 года в рамках средств Исламского банкоразвития фонда ОПЕК в размере 50 миллионов долларов будет построено 200 частных детских садов, что создаст 30 тысяч новых мест. Для увеличения количества ученических мест в частном секторе с нового года предпринимателям, желающим открыть школу, будут предоставлены кредиты в размере до 20 миллиардов сумм. Часть процентной ставки по кредитам, превышающая базовую ставку в полтора раза, будет покрываться из бюджета. Также 50% коммунальных расходов на строительство новых зданий частных школ будет компенсироваться из бюджета на срок до 5 лет. Если предприниматели построят школу за свой счет, расходы на ее строительство будут вычитаться из налога на прибыль равными долями в течение двух лет. Четвертое направление. Для обеспечения качества и конкуренции в образовании будет повышен уровень цифровизации. За последние пять лет более 13,5 тысяч компьютерных классов оснащены 200 тысячами современных компьютеров. В следующем году будет обновлено еще 2000 компьютерных классов, на что из бюджета будет выделено 400 миллиардов сумм. Эти компьютеры будут оснащены электронными образовательными материалами, что увеличит возможности для самостоятельного обучения учащихся. Для облегчения и усвоения сложных концепций будут созданы виртуальные лаборатории по точным и естественным наукам. С нового учебного года такие лаборатории будут установлены в 10 школах каждой области. Также будет создана единая онлайн-платформа, где учителя смогут публиковать свои достижения, возможности и новые разработки. 16 экспертов из Сингапура повысят профессиональное мастерство учителей математики и естественных наук. Педагоги будут регулярно проверять свои знания на образовательной платформе, основанной на искусственном интеллекте. Как и в частных детских садах, в 6800 государственных детских садах будут полностью цифровизированы процессы посещаемости оплаты и формирования расходов на питание. Для этого детские сады будут оснащены планшетами. Пятое направление. Будет распространен опыт президентских и специализированных школ. Система оценки, применяемая в президентских школах, будет внедрена еще в одной тысяче общеобразовательных учреждений. Хакимиатам дано указание по ремонту и оснащению этих школ на должном уровне. Для создания единой образовательной цепочки, охватывающей дошкольное, общее, среднее, среднее, специальное, высшее образование и повышение квалификации, будут созданы кластеры педагогического образования. В частности, в качестве эксперимента такие кластеры будут организованы в городах Андижани и Бухаре. Шестое направление. Система отбора талантливой молодежи будет выведена на новый уровень. Для этого будет создан центр подготовки к международным предметным олимпиадам. Количество поддерживаемых международных предметных олимпиад будет увеличено с 18 до 22. Учащимся, завоевавшим золотую медаль на престижной международной олимпиаде, будет выплачиваться 170 миллионов суммов. За серебряную медаль 102 миллиона суммов. За бронзовую 68 миллионов суммов. Учителям, подготовившим этих учеников, также будут выплачиваться премии в размере от 50 до 150 миллионов суммов, а также предоставляться возможность получать стопроцентную надбавку в течение года. Руководители команд, чьи ученики впервые стали победителями международных олимпиад, также будут поощряться. Президент выступил с инициативой об учреждении стипендий имени Абдуллы Аллони для одаренных студентов, обучающихся по направлению педагогики. Седьмое направление. В нем было уделено внимание вопросам воспитания и нравственности, которые являются неотъемлемой частью образования. С этой целью был создан Национальный институт педагогики воспитания имени Кары Ниази. Подчеркнута важность формирования у молодежи идейного иммунитета, создание цифрового контента по воспитанию для родителей, учителей и учащихся. Также были определены задачи по использованию театрального и киноискусства, поддержке творчества молодежи, популяризации физической культуры и спорта, дальнейшему расширению читательской аудитории. А завершилась встреча открытым диалогом. Присутствовавшие педагоги и подключившиеся из регионов высказали свои мнения и предложения по дальнейшему повышению качества образования, реализации обозначенных президентом инициатив. Для того, чтобы повышать интеллектуальный уровень подрастающего поколения. А значит, уже в ближайшем будущем еще активнее развивать нашу страну. Президент поддержал эти инициативы и поручил ответственным лицам принять меры по реализации предложений. Сегодняшний день для нас был историческим днем, так как при встрече уважаемого президента с представителями высшего образования, преподавателями, школ, выдвинул ряд предложений и инициатив по улучшению качества образования. Наш президент отметил, что в настоящее время много вузов уже вошли в рейтинги лучших вузов мира. И это однозначно влияет на качество образования в будущем. Перед учеными стоит задача организации реального дуального образования. Студенты педагогических вузов должны уже непосредственно в процессе обучения в вузах, они должны находиться как минимум два дня в школах. Уважаемый президент особо отметил интеграцию высшего образования и средней школы. Если мы будем организовать качественное образование в средней школе, то обучать этих студентов в высшем образовании будет намного лучше. В докладе нашего уважаемого президента мы услышали очень много новых реформ в системе образования. Одна из них это внедряемая система часы профессионального развития и дни профессионального развития в школах. Это в первую очередь говорит о том, что каждый педагог должен работать над собой, должен стимулировать себя на приобретение тех надбавок, о которых сегодня говорил наш президент. Если у учителя есть знание, есть желание, в первую очередь это влияет на его заработную плату, которая растет с уровнем его знаний. И каждый педагог на сегодняшний день должен подумать о том, как он должен поменять свое ведение своих уроков. Сегодня большой акцент был сделан именно развитию национальных центров, то есть бывших институтов усовершенствований. На сегодняшний день поставлена большая задача по подготовке современного педагога. Я думаю, что у каждого педагога выработался свой план, своя работа. И я как представитель именно своей профессии хочу сказать, что я в первую очередь буду развивать внедрение вот этих КРК, КРС в школах, часы профессионального развития и дни профессионального развития. А также постараюсь, чтобы каждый учитель имел большой опыт работы именно в своем предмете. Сегодня для нас очень трогательный, волнительный и счастливый день. Наш президент сделал всем учителям республики огромный подарок. Новое здание института повышения квалификации и переквалификации учителей. Лучшей награды, наверное, для нас нет. Потому что каждый учитель – это тот, который непрерывно работает над собой. Для меня очень счастливый день, потому что я во второй раз в жизни встретилась с нашим уважаемым президентом. Получил огромную мотивацию. Меня очень вдохновили его слова, когда он отметил, что учитель – не просто учитель, у него очень много профессий. В первую очередь мы пограничники, которые защищают, охраняют наших детей. В нашем государстве удивляется огромное внимание развитию образования. Наш уважаемый президент всегда говорит, что основа нашего государства – это качественное образование. И сегодня в очередной раз мы услышали новые предложения, которые будут внедрены на следующий год в систему образования для учителей. В первую очередь это проведение конкурса «Учитель года». Победители этого конкурса будут награждены трехкомнатной квартире. Это новые надбавки для учителей в размере 70% в зависимости от того, насколько учитель работает над собой и владеет определенными сертификатами. Это, конечно же, показатель в международных олимпиадах. Особо было приятно в этот праздник повстречаться с президентом нашим уважаемым Республикой Узбекистан Шавкатом Мерзеевым. Президентом были обозначены цели, задачи, дальнейшей нашей работы для поднятия образования, качества образования, школьного, дошкольного образования. Наши учителя обменялись мнениями. Все наставления нашего президента были целенаправлены на поднятие качества образования у нас в Узбекистане, где мы обязательно это все примем во внимание и в своей дальнейшей работе будем применять на практике. Слова нашего президента будут иметь особо важные значения, потому что это все в такой вот приподнятом настроении. Наши все учителя находятся и вот эти вот все задачи и цели, которые он поставил перед нами для того, чтобы мы могли в будущем в своей практике применять и готовить гармонично развитую личность, которую будет строить наш новый третий ренессанс, новый Узбекистан. Сегодняшняя встреча нашего уважаемого президента с преподавателями, с работниками сферы образования станет переломным этапом в сфере образования по улучшению качества образования и в том числе по созданию механизма стимулирования преподавателей. Глава государства всегда придавал большое значение заслуги и роли преподавателей в обществе, особенно в воспитании подрастающей молодежи в духе патриотизма. Если мы хотим достичь тех рубежей, которые мы сегодня ставим, то мы должны больше уделять внимание школе и преподавателям. Мы должны создавать все условия для их полноценной деятельности. Условно, если мы найдем рубль, то мы должны 80 копеек вкладывать в школу. На сегодняшней встрече были озвучены очень много предложений, направленных на стимулирование преподавателей. Были поставлены задачи работникам сферы образования, а вообще всем, всей интеллигенции нашей республики. Я озвучил президенту предложение о Кома Линсон. Предложение наше заключается в том, что обучать детей holistic development, это общие навыки детей. Сегодняшняя встреча нам дал очень хорошие информации. В данный момент, если учитель хочет хорошо зарабатывать, надо работать над собой. Учитель должен получать новые навыки, исходя из этого навыки, он получает надбавки. Это будет очень эффективно, потому что у учителей есть возможность получать до 20 миллионов по инициативе поддержки президента. Президент делает много для учителей. Сам этот праздник говорит о том, на каком месте или какой престиж учителя в Узбекистане. Моя награда для меня была очень неожиданна. С одной стороны, это большая честь для меня, а с другой стороны, это еще и ответственность за эту награду, которую я получила. Что очень я нахожу положительным для меня и для моей профессии, и для всех учителей Узбекистана, что уделяется большое внимание сфере образования. Изменения происходят на глазах. Например, наша школа была отремонтирована, и мы получили еще территорию школы, построено второе здание. Президент очень много вел нововведений для того, чтобы улучшать систему образования в стране. Было выдвинуто множество мотиваций для учителей, для того, чтобы они росли, учились дальше, получали новые сертификаты и множество другого. Мы, в свою очередь, также сильно замотивированы в том, чтобы развивать образование у нас в стране на самом высоком уровне. Чтобы президент смог продлить льготы, предоставленные частному сектору, которые будут мотивировать, а самое главное, сделай так, чтобы частный сектор развивался. Большую мотивацию мы получили от нашего президента. Мы, в свою очередь, замотивированы, чтобы открыть и развивать образование у нас в стране. В новом учебном году мы планируем открыть новый кампус, новый корпус школы. Выдвинутые предложения, которые были сказаны нашим президентом, они очень сильно помогут и замотивируют учителей больше стараться, больше вкладывать. Также самих студентов, чтобы они получили лучшее образование, приехали сюда и, как сказал президент, были патриотами своей страны. Самое главное, это то, что президент уделил очень большое значение повышению квалификации учителей. Если педагог, если у него будут глубокие знания, и если он сможет эти знания дать детям, тогда действительно очень большие будут преобразования. Но, в первую очередь, педагог должен работать над собой. Обязательно. И сколько для этого он дал очень много предложений, вы слышали. Просто удивительно. Я вообще, когда я пришла, увидела этот институт имени Абдулла Авлюани, это для меня был шок, вы знаете, потому что я этот институт много лет приходила, он был в очень плачевном состоянии. Современные здания, вот где должны учиться настоящие учителя, вот где они должны получать знания и давать их молодежи. И очень меня зацепило еще то, что он очень много сейчас делает для джадидов. Очень много о джадидах говорят, потому что это были люди, которые всю свою жизнь посвятили родине. Самое интересное, я когда читала о них, я узнала, что матери джадидов были все грамотными женщинами. Президент наш не зря для женщин, для девушек делает, сейчас они учатся бесплатно, потому что от матери идет все. Мать, если у матери высокий уровень, если мать читающая, если мать знающая, то ребенок тоже будет такой же. И поэтому то, что сейчас делается, то, что сегодня было столько предложений, столько, одна стипендия Абдулла Авлюани, я даже не мечтала об этом. Вы знаете, я еле сидела, чтобы не расплакаться, это было так трогательно.